Сегодня в Новосибирске открылся международный форум «Армия-2016». На выставке под открытым небом представили новейшую технику, которая находится на вооружении российской армии. Посетители масштабной экспозиции могут не только оценить мощь крылатых и вездеходных машин, но и записаться на службу по контракту. Рассказывает Николай Сальников. Две реформа только открыли, а на главной площадке уже сотни гостей. Школьники, воспитанники кадетского корпуса и самые обычные новосибирцы. Прежде всего, это мероприятие направлено военно-патриотическое воспитание. Жители области нашей, молодежи. Это прийти в службу в вооруженных силах, это мощь наших вооруженных сил, это современное вооружение, современная техника, это возможности наше предприятие обороны. Знаменитых чекаловских сушек на мероприятии нет. Сейчас они выполняют боевые задачи в рамках внезапной проверки вооруженных сил России. Зато оптические приборы новосибирских предприятий можно увидеть на стрелковом оружии. Здесь вся техника, которая представлена, она, можно сказать, или новая, или модернизированная. Здесь нет тех образцов, которые были, так говорится, в лихие 90-е годы. Танки, бронетехника и ракетные установки, боевые вертолеты и самолеты. При этом вся техника действующая, а не демонстрационная. Сверхзвуковой истребитель МиГ-31. Максимальный потолок полета 21 километр, скорость 3000 километров в час. Аналогов в мире практически нет. Более того, в данный момент эта машина является не просто участником экспозиции, а несет здесь, над небом Новосибирской области, боевое дежурство. Гостям форума демонстрируют элементы рукопашного боя и нападения из засады. Но самым юным новосибирцам не до этого. А как иначе, если можно не только снаружи посмотреть, но и очутиться в кабине боевой машины? Нам понравилось все. Танки всякие какие-нибудь. Заводите мотор. Служить-то потом пойдете? Да, конечно. Конечно, пойдем. К слову, для тех, кто уже достиг совершеннолетия, возможность записаться в ряды вооруженных сил предоставили на одной из площадок форума. Достаточно предъявить паспорт и пройти специальный тест. Мы предпочитаем брать на военную службу по контракту граждан, которые уже прошли военную службу по призыву. Но сейчас, на данный момент, у нас есть альтернативная. То есть мы можем еще взять на военную службу по контракту тех, кто закончил высшее учебное заведение, но не служили в армию. Такая возможность есть у каждого новосибирца. Военно-технический форум «Армия-2016» продлится до 11 сентября. Николай Сальников, Олег Сурков. Новости ОТС.